В пабликах шарится заявление Илона Маска, где он называет Зеленского «мясником». Так Маск охарактеризовал президента Украины в одной из аудиокомнат в сети. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности. А вот заложного поддержал и сказал, что именно он ценит людей и трезво смотрит на происходящее, забыв, что президент и главнокомандующий в СССР работают в тандеме. Думаю, что заложный точно тот, кто ценит жизнь своих людей и трезво смотрит на происходящее на самом деле. Да, Маск забыл, что именно Россия напала на Украину, и в роли мясника здесь выступают представители именно этой страны. Но это же не единственное, что происходит во вселенной Маска. На днях Илон снова предрекал гражданскую войну в Европе, комментируя столкновения в Лондоне полиции с противниками пропалестинского марша. А перед этим лезть снова в политику и войну другой страны. Так он рассказал блогеру Лексу Фридману, нужно ли украинскому президенту Зеленскому приступать к мирным переговорам с Россией. Я ему советую не отправлять свет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет. В офисе президента Украины не промолчали и завуалированно ответили Илону Маску. Не называя имени, сказали, что именно такие люди, кто комфортно сидит за тысячи километров от войны, рассуждает о чужих судьбах, не может предлагать Украине согласиться на переговоры. За последнюю неделю Илон Маск – главная персона во всех статьях. Вы видели, что появилась информация о том, что Илон Маск едет в Россию, где примет участие в конференции по вопросам искусственного интеллекта Old Journey 2023, который состоится в Москве уже через неделю. По информации европейского портала, глава Тесла, SpaceX, а также Твиттер выступит в качестве спикера в рамках международной конференции. Международной. Уже звучит смешно. По предварительным данным, доклад Маска будет посвящен искусственной модели интеллекта. Маск называет разработку жестким ответом Open All и HRGPT. Издание не исключало, что Маск может ограничиться выступлением в онлайн-формате. Но оказалось, что это все вранье. Участие Илона Маска в конференции АИ Джорни 2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров. Оргкомитет конференции опроверг информацию о выступлении миллиардера Илона Маска на мероприятии. Попасть в скандал для Маска – это уже не новость. Но по понятным причинам это делается. Российские СМИ поняли, что высказывания Маска очень влияют на их информпространство, так как Маск часто говорит о войне и критикует правительство Украины. А это на руку Кремлю. Поэтому не удивлюсь, что данная кампания с Маском будет продолжаться. Ведь россиянам никто не рассказывает опровержений, продолжая скрывать правду. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Мы работаем для вас.